Как отметил глава государства в своем послании, индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологий. Необходимо разработать и опробировать новые инструменты, направленные на модернизацию и цифровизацию предприятий, с ориентацией на экспорт продукции. Они должны в первую очередь стимулировать трансфер технологий. Важнейшим вопросом становится развитие собственной экосистемы разработчиков цифровых и других инновационных решений. Кроме того, особое значение приобретает развитие IT и инжиниринговых услуг. Мне импонирует, что нашло отражение развития IT-услуг, развития IT-инжиниринга. На мой взгляд, является расширение спектра предоставления услуг именно в электронном формате, то есть IT-услуг, приведет к развитию экономики в целом. Автоматизация бизнес-процессов, автоматизация производства неизбежно приведет к тому, что начнется высвобождаться рабочая сила. Это, кстати, также эти риски были отражены в послании. Кроме того, что был отражен данный риск, было предложено решение, то есть создание согласованной программы по минимализации данного риска, именно высвобождение рабочей силы. Кроме того, Марат Рахимбаев отметил, что для развития IT-услуг нужна качественная подготовка кадров, а также подготовка и переподготовка преподавателей, которые смогут подготовить специалистов мирового уровня. Это также находит свое отражение, если не ошибаюсь, в седьмой задаче послания, в котором говорится о том, что необходимо развивать предоставление цифровых образовательных ресурсов, необходимо продолжить работу подключения к широкополосной сети интернет и организации видеолекций и обеспечения видеооборудованием школ. Стоит отметить, что во всех регионах страны на базе дворцов школьников будут созданы сети детских технопарков и бизнес-инкубаторов со всей необходимой инфраструктурой, включая компьютеры, лаборатории и 3D-принтеры. Меруэрт Шукуева, Олег Чагадаев, Ертасинформ.